Новый год по традиции, начиная с итогов, и поскольку мой основной уход и продукты, которым я пользуюсь, моего любимого сайта iHerb, то сегодня я собрала для вас самое лучшее, чтобы, конечно, мои постоянные подписчики неоднократно видели эти продукты, о которых я сегодня расскажу в моих многочисленных видео, но сегодня такое видео и то, где я ставлю точку, еще раз об этом повторяю, чтобы показать все то, что я рекомендую для вас. Я не буду затрагивать тему БАДов и добавок, я решила все-таки не рекомендовать вам какие-то средства, не выделять фаворитов, просто потому, что каждый из нас очень уникален, и каждый организм, это такое маленькое сокровище со своим набором микроэлементов, витаминов, и только вы можете сказать, что не хватает вам, и только вы можете знать, что вам нужно, я всего лишь делюсь с вами своим опытом и даю те рекомендации, которые помогают мне. Поэтому добавки, витамины, все касательно здоровья, я сегодня не затрагиваю, я сегодня говорю о девичьем, об уходе, о каких-то вкусностях и о полезных продуктах сайта iHerb. Кстати, многие продукты я сегодня не упомяну, это будут те продукты, о которых я говорила в прошлых своих фаворитах, просто уже насколько можно повторяться. Сегодня только вот то, что вошло в лучшее 2019 года. Большое впечатление на меня произвел уход для волос сайта iHerb, хотя я, в принципе, не заморачиваюсь с уходом по волосам. Волосы, они, скажем так, нежирные, нормальные, склонны к сухостью, они имеют легкую волну. Мой любимый шампунь в этом году стал шампунь от Giovanni. Я вам показываю миниатюрку, под мне уже идет вторая большая бабочка в ближайших распаковках, я вам покажу. Это шампунь для сухих и вьючихся волос. Реклама этого шампуня нарисована кудрявая черноволосая девушка. И я могу сказать, что этот шампунь предназначен именно для такого типа. Даже не пробуйте девушке жирной кожи головы, это именно такой питательный шампунь. Он подойдет волнистым волосам, кудрявым волосам, волосам склонным к сухости. И это первый шампунь, который делает все, что заявляет производитель. Он делает мне обыкновенные красивые локоны. Я первый раз вижу шампунь, чтобы просто после мытья я вышла как из салона красоты. Но именно так этот шампунь действует после промывки, без всякого бальзама. Я выхожу с ванной, высушу волосы естественным путем. И у меня настолько красивые кудри, как будто бы мне завивали их на плойку. Хотя я ничего не делала с ними. Волосы настолько дорого выглядят. Насколько это возможно, вот с сухими, вьющимися волосами. У кого такая шаблюра, прекрасно знают, как они пушатся и могут некрасиво выглядеть. Реально, как будто бы я использовала невероятно дорогие средства. Волосы выглядят очень дорого и очень красиво. Это реально такой шампунь, который за считанные секунды делает люксовый эффект на вот таких сухих кудрявых волосах. У него есть ряд недостатков. Тяжеловато промывает волосы. И я заметила, что волосы чуть быстрее ожирнятся. Но эффект, который он дает, не давал мне ни один шампунь. Меня просто покоряет, поэтому он неоднократно будет со мной. И еще от Джованни мне нравится вот такой гель. И я использую его совсем капелюшечку, чтобы не волосы не выглядели склеенные. Именно когда мне нужно хорошо выглядеть, я фиксирую вот эти кудряшки, чтобы они не распрямлялись так быстро. Конечно, у меня волна остается всегда, потому что она моя природная. Но просто она в следующий день не выглядит такой красивой, как вот сразу же после промывки вот этим шампунем. Этот гель отличается от геля Месс Маркета в первую очередь своим составом, потому что он не содержит спирта. Спирт и так и сушает сухие волосы. Поэтому, если вам нужны укладочные средства для сухих волос, обратите внимание именно на этот бренд. И просто им нужно аккуратно пользоваться. Вначале я не влюбила этот продукт, мне показалось, что он склеивает волосы. Но потом, когда я вот совсем маленькую, короченькую начала спиртить на волосах, то тогда все сложилось. Сложилась моя любовь. И я им пользуюсь не так часто, но однозначно это мой фаворит. Потому что, если бы он не закончился, хотя я не знаю, через сколько лет он не закончится, я его однозначно повторю. Вот эти две баночки, которые со мной уже более полугода, все не думают заканчиваться, поэтому очень выгодная покупка. А эффект, который они дают, это просто вау, потому что волосы мои выглядят очень красиво. Это натуральная хна, она не вредит волосам. Я получаю натуральный призом оттенок. И, кроме всего прочего, она реально успокаивает самое ужасное выпадение волос. Когда, знаете, вы начинаете расчесываться. И каждый день думаете, боже мой, когда же эти волосы выпадут полностью. Потому что это уже начинает просто раздражать. Они везде. И тогда вы просто используете хну. Кую хну вы точно у нас не купите. На следующий день вы уже заметите, намного меньше волос в расческе. И лечит это, и дает вам цвет. Это и укрепляет ваши волосы. Выбирайте оттенок, который вы хотите. Потому что волос она перекрашивает в тот цвет, по крайней мере, мой, который заявляет производитель. Я беру два, чтобы смешивать и добиваться от того оттенка, которого у производителя нет. Но вот сейчас на моих волосах вы видите смесь двух оттенков. И если хотите такой цвет, то возьмите бургундий и средний коричневый. Дальше я вам покажу средства именно для лица. И несмотря на то, что у меня есть блог на ютуб, я все же не скупаю косметику ради интереса. Я очень обдуманно подхожу к каждой покупке. Читаю внимательно, для кого предназначен тот иной продукт. Нужен ли он мне. И только после этого принимаю решение. Поэтому вот такие бьюти-боксы, в которых собраны миниатюрки хитовых продуктов, для меня это палочка-выручалочка. Потому что одновременно я удовлетворяю свое любопытство, пробую вот такие нашумевшие средства. И это сохраняет мой бюджет, поскольку я не трачу, покупая полноразменные продукты. А вот в таком бьюти-боксе, который сейчас продается на iHerb. И думаю, все мои подписчики наверняка уже о нем слышали. И большинство из вас попробовали. Я рекомендую именно корейские, потому что там собраны все хиты. И однозначно что-то из них станет для вас фаворитом. Ну просто как не может не понравиться такие крутые составы. Хотя я скептик в корейском уходе. Но косметика Бэндов, которая идет со мной из года в год, покоряет меня каждый раз, когда я что-то пробую. И однозначно я буду покупать полноразмерки каких-либо продуктов, пробовать что-то новое. Но крем для глаз я точно куплю в полном тюбике, потому что мне понравился эффект. Он легкий, нежирный и улучшает немного кожи под глазами. Но это уже многое от крема, когда он делает хотя бы что-то. Очень хорошо работает на мне босьончик такой, когда у вас воспаления на лице случаются. Он вот успокаивает хорошо. И мой неизменный фаворит лосьон от Бэндон. Не могу бы никак закончить. Я им пользуюсь с удовольствием. Но это такой уход весны, летний период. Зимой же хочется моей нормальной склонной сухости кожи, чувствительной кожи и тонкой кожи. Что-то такого масляного, более питательного. И здесь меня получают два моих неизменных фаворита. Первый открыла в этом году это Aya Naturals из Грайская косметика, полностью натуральный состав. Состав богатейший. База это оливковое масло и дальше много различных полезных компонентов. Он муссовый, сливочный, делает кожу бархатной и тоже выравнивает цвет лица, как и вот такие средства от Бентон, когда у вас есть какие-то воспаления. Одновременно, когда есть какие-то шелушения, он кожу улучшает. Но это не такое со-средство, которое прямо, если у вас сильное шелушение, уберет их на вашей коже. Просто это такой ежедневный базово увлажняющий крем. Собственно, что и заявляет производитель. И мой неизменный осенний, зимний, вот на такие морозы кремушек, хотя и сейчас я пробую уже посильнее вещи, уже несколько лет тоже. Мои подписчики его знают. Это Andalone Naturals ночной крем. Единственный его недостаток, это все-таки есть хорошие компоненты в составе в виде деметикона. Поэтому от Aya Naturals более такой классный по составу крем. Здесь вообще никаких вредных компонентов. И у Andalone Naturals также мой неизменный фаворит. Это вот этот тоник. Он для меня лучше, чем от Aya Naturals. К сожалению, корейские тоники мне немножко тяжеловаты. А вот такой легкий цветочный тоник увлажняет мою кожу. И это именно то, что я хочу от вот таких вот водичек после умывания. Убрать стянутость от воды. Тогда можно на ватный диск либо распылять. Вот такие цветочные тоники, увлажняющие натуральным составом. Для меня самое то. Еще я бесконечно люблю сыворотку с витамином С. Хотя открыла я только в этом году. И в принципе витамин С только в этом году. Возможно, другие сыворотки мне понравятся так же. Но пока пользуюсь этой. И очень довольна. Она осветляет кожу. Вот когда я ее использую, утром моя рычка ровная. Единственное, я вот сейчас перестала уже замечать такой эффект. Потому что кожа немножко подпривыкла. Поэтому я уже так немножечко делаю паузы. Оставляю ее в сторону. Перехожу на другие средства. Все-таки в коже какой бы крутой продукт ни был. Но постепенно начинает привыкать. Так как это, собственно, брендная херп, на нее часто бывают акции и скидки. Поэтому если вы так же не пробовали, как и я, до этой сыворотки, ни одной баночки с сывороткой с витамином С, можете так же, как и я, начать с этой. Я уверена, что она вас не разочарует. Я отмечу так же, что у этой сыворотки хороший состав. Есть эргеломиная кислота и куча различных инфекцидантов. Она нормализует ваш баланс. Не содержит никаких вредных веществ. И Азолик вообще создает, эта компания, хорошие составы, богатые составы. Подходящие именно европейской коже. В качестве умывания мне понравилось так же из корейской вот этой косметички умывания от Хемиш. Но мое миндальное масло, которое неоднократно показываю, остается моим неизменным фаворитом много лет. И на эту тему у меня есть много различных видео. Так же прекрасный вот такой скраб от Адама. Это вообще считается скраб, но он настолько мелкий. И он как кремик, вот эти дробные частицы, что это вообще никаким образом не ассоциируется у меня со скрабом. Пилинг немножко агрессивен для моей тонкой кожи. Поэтому я все-таки стараюсь очищать свою кожу с помощью таких мягких скрабирующих продуктов. К сожалению, я сейчас посмотрела, что он снят уже с продажи. Но обратите внимание именно на эту марку. Потому что у нее прекрасные ароматические, натуральные ароматические продукты, которые прекрасно ухаживают за кожей. И из последних моих покупок, это индийская лечебная глина, которая как-то плавно перешла в фавориты года, потому что оставила мне неизвладимое впечатление по лечебному своему действию. Если какие-то испания, какие-то покраснения, даже обветривания, я наношу эту глину на лицо, спрыгиваю водичкой, чтобы кожа не пересыхала, и лицо просто прекрасно выглядит на следующий день. Оно ровное, оно отбеленное, и воспаления какие-то, они проходят намного быстрее. Я думаю, что летом это точно будет много варит. Сейчас именно из-за такого холодного времени года не так часто я пользуюсь глиняными масками, но однозначно это лучшая глина, которую я когда-либо пробовала. И я не знаю, закончится ли у меня когда-нибудь еще она, потому что это огромная банка, так бы я бесконечно долго ее повторяла. Также много у меня сайхерп и минеральной косметики, тушь сайхерп и консилер, и посмотрите, мои прошлогодние фавориты, о них я рассказывала, продолжаю ими пользоваться. Очень впечатлила вот эта палетка от Pixi, которую я заказывала в начале года. Тени я не коллекционирую, она со мной была каждый день, наверное, в этом году, и будет этой палетке мне достаточно для того, чтобы делать полноценный ежедневный или вечерний макияж. И очень мягкая, она очень пигментированная, но вместе с тем она не ставит вам пятен. И для любого макияжа подходящий, и можно вечерний красивый макияж. Невероятно красивая палитра вот этих сатиновых металлических оттенков, очень дорого сияет, и вот этими пудрами для лица я каждый день пользуюсь. Самое главное, что в них нет тальков, поэтому я всегда искала крутые оттенки с натуральным засталом. Минеральными тенями достаточно сложно каждый день пользоваться, это все время нужно из баночек пересыпать, добиваясь нужного цвета. Здесь же вы открыли и сделали себе полноценный макияж, глаз, лица. Все, что нужно, находится здесь. Конкретно эта палитра была лимитка. На iHerb ее уже сняли, но вы ее можете найти на ebay. Я специально перед видео посмотрела, что она до сих пор продается, и, кстати, намного дешевле, чем я ее покупала на iHerb. На самом же iHerb есть другие комбинации вот этих цветов, но они менее выгодные по цене, чем брать это все в одном. Я в восторге от этой палитры, особенно от состава этих теней. С удовольствием пользуюсь каждый день. Да, вы можете сказать мне, что есть очень много крутых теней, анастасия, там, тарты или еще и так далее, но это все я отношу к профкосметике, которую стоит использовать только на определенные выходы, именно из-за того, чтобы не травмировать вашу кожу к красивому составу, особенно талькам. В этих тенях талька нет, и они, знаете, настолько ускоряют ваш макияж, легкую стушевку этих теней, позволяют за считанные секунды привести вас в порядок. И мой макияж теперь ежедневно сводится к 10 минутам, благодаря этой палетке. И еще один мой фаворит, это помада от Azelic. Тенок Stay Nude, очень красивый цвет, очень питательная увлажняющая помада с кремово-матовым финишем. Мои губы только лучше, натуральный состав, самое главное, не сушит губы. Вот все помады, которые у меня были для этого, просто не говорили, что губы не сушат, но мои чувствительные губы сушили любые помады, которые я пробовала до этого. Это первая помада, которая мне сохраняет мою кожу губ нормально. Более того, она еще как-то ее подлечивает, и мне не нужно потом лечивать свои губы с кармексами, с другими агрессивными средствами, чтобы восстановить их после декоративной помады, поэтому она со мной. Еще мне очень понравился вот такой лосьончик для тела. Смотрите, марку Nubia. У них огромное количество различных ароматов, комбинаций, как и мыло, так и уходовое средство. Это что-то потрясающее, это что-то невероятное, это что-то королевское. Этот вот лосьон содержит очень много полезных компонентов, конкретно в этом содержится и масло конопли, и масло ним, он такой заживляющий. Они все такие питательные, кремовые. Единственный недостаток, это их упаковка. Он у меня хранится в перевернутом состоянии, то есть обычная помпа, и если у нас будет стоять вертикально, маловероятно, что вы выдавите, когда у вас будет заканчиваться этот лосьон, этот продукт. Поэтому я его переворачиваю, и поэтому проблем с выдавыванием средств у меня нет. Однозначно мой фаворит, я его использую для рук, для ног, если что-то пересушено для тела, то тоже для тела. Это не то средство, которое вот вы использовали. То есть вывыклилась, и сухость вернулась. Это тот продукт, который, кроме того, что увлажняет вас в данном моменте, когда вам нужно увлажнение, он еще не возвращает сухость для конкретных участков тела, для которых вы используете, и подлечивает какие-то трещины. Ну, то есть хороший, натуральный продукт. Наверное, лучше из того, что я пробовала в качестве лосьонов. Немного затрону тему здоровья, хотя говорила, что-то вам не буду рекомендовать и навязывать. Но я расскажу сейчас о своих фаворитах и о нейтральных таких средствах. Омега. Это то, зачем приходят на iHerb многие. И у многих именно с омеги начинается история iHerb-зависимости. Но в хорошем смысле слова, потому что iHerb-зависимость – это зависимость от качественных продуктов. И очень круто, что мы имеем возможность такое покупать и пробовать. А омега я рекомендую именно от Natrol, потому что полная баночка капсул 150 капсул стоит 10 долларов. В акте можно словить на 7. Это омега в триглицеридной форме. Очень круто усваивается нашим организмом. За такую бюджетную стоимость вы лучше омеги не найдете. И она реально может посоперничать с многими крутыми более марками, хотя стоит намного-намного дешевле. Еще я вам неоднократно показывала вот такую штуку. У меня пересыпано в баночках, но это приходит в пакетах. Это ксилитол, это сахарозаменитель от Now. И предназначен для того, чтобы мы заменяли сладкое полезными продуктами. Можно есть сладкое, но это не вредно благодаря ксилитолу. Но я беру его не для этого. Я беру его как средство первой помощи при простудных заболеваниях. Хорошо полоскать горло, промывать нос. Я во блогах о противопростудных средствах Сайхёр поделилась с вами, как я это делаю. Еще ксилитол входит в состав многих зубных паст и зубных резинок от кариеса. И если вас реально мучает зубная боль, и вы не можете по каким-то причинам попасть к врачу, то просто подержите ксилитол во рту, вы реально увидите, вы увидите, как ваша боль уходит, потому что он избавляет, подавляет именно вот эти бактерии, влияющие на кариес, даже говорят о том, что если в течение месяца постоянно держать порошочек ксилитола во рту, то со временем все ваши какие-то зубные проблемы, то есть кариес, либо начинающий кариес, они просто уходят. Поэтому посмотрите, этот прекрасный продукт, он, мне кажется, заменяет много средств в аптечке, когда вот срочно нужна помощь. Кокосовый порошок также перекочует со мной в следующий год. Благодаря этому можно делать кокосовое молоко, заменять обычное, можно добавлять его в мачула, делать мачула-тэ, коллагеновые коктейли. Много рецептов мы с вами в этом году делали с помощью этого порошочка, я отделилась и буду продолжать и выпечку добавлять, и в какие-то сырники приобретает такой тонкий кокосовый привкус, но не приторный. Мне оно очень нравится, кому нельзя молоко, я советую посмотреть, потому что он недорого стоит и намного дешевле получится, чем покупать кокосовое молоко в супермаркетах, которое менее насыщенное, чем вот это. И еще, знаете, это такое рай женский, это масло в хи с шоколадом, оно невероятно вкусное, это вкус детства. Я в этом году практически полностью отказалась от сладкого, у меня улучшилось немного кожи, я не хочу к этому возвращаться, я поняла, что много наших бед именно от употребления вот этих сладостей, печенек, из полок магазина, и сейчас я чувствую себя намного лучше, но иногда все-таки хочется, хочется шоколада, и чтобы себя побаловать и именно таким натуральным продуктом, я все же буду заказывать неоднократно вот такую баночку, это такое настоящее, домашнее масло, которое с шоколадом было когда-то в 90-х, я помню, мне покупали такое в брикетиках, вот именно тот самый настоящий вкус. Конечно, еще будет у меня очень много посылок, то, что понравилось и что не очень понравилось, я обязательно буду делиться с вами в своих видео, делая обзоры, рассказывая о скидках с iHerb, поэтому буду всех и каждого видеть рада в следующих своих видео. До скорых встреч!